Не правда ли красива наша родина Россия, сколько чистых улиц, ухоженных районов и удобных общественных пространств? Это может увидеть каждый иностранец, который приезжает в Россию. Но есть россияне, которых язык не поворачивается таковыми назвать, которые в сложный для страны период решили уехать в страны Европы и столкнулись с отсутствием того, что для них так привычно. Я не про русскую кухню, широкие просторы или что-то подобное, а про скрытые на первый взгляд преимущества России. Начну с простого вопроса. Может ли иностранец пользоваться госуслугами в полной мере, как пользуется гражданин Российской Федерации? Нет. А есть ли такие же госуслуги или хотя бы что-то похожее в процветающей Европе или в Соединенных Штатах Америки? Тоже нет. Но почему-то россияне, которые уехали за границу, об этом не подумали, и им пришлось по долгу оформить документы в местных допотопных администрациях, да что тут далеко ходить, мой подписчик сам писал в комментариях, что с радостью вернулся в Россию после того, как не смог легализоваться в Чехии, ведь его документы попросту потеряли, и пришлось бы перезаписываться в долгую очередь, для получения возможности получить вид на жительство. Он развернулся и уехал, и ничуть не жалеет о своем решении. Пока не отошел от истории своего подписчика, еще он поделился опытом открытия банковского счета. Опытом это назвать сложно, это сущий ад из предыдущего века. Насколько банковский сектор России на голову опережает европейский, как просто в России, совершить перевод, используя только мобильное приложение банка. А система быстрых платежей. Где еще такое бывает, что без комиссии, можно отправлять и получать деньги в больших размерах. Об этих преимуществах, часто забывают наши соотечественники, которые уезжают, избегают за границу, за лучшей жизнью, и прожив какое-то время, в Европе, с радостью возвращаются в Россию. К чему я это все рассказываю, стоит не только делать акцент на культуре нашей Родины, на ее чистоте, а еще и на таких удобных, кажущихся нормой всем мелких деталях, чтобы собрать полную картину. Особенно остро ощущаешь человечность нашей страны, когда забираешься вглубь этой западной цивилизации, в Соединенные Штаты, я расскажу приведу в пример опыт блогера Ильи Варламова, хотя он лишь пример, который вы сами можете проверить. В его путешествии в Нью-Йорк, он рассказывал о местных ценах и о том, как люди еле сводят концы с концами, живя в одном из самых больших городов Америки. Пришел попить кофе, который стоит от 500 рублей и больше, будь добр заплатить чаевые, даже если ты взял кофе на вынос. Пришел в ресторан, плати в несколько раз дороже, чем ты бы заплатил в той же Европе и тоже оставляй чаевые. В России чаевые – это способ оценить работу персонала ресторана, а не обязанность, которая давит на клиента. В Америке – это ответственность клиента оставить хорошие чаевые. К тому же Нью-Йорк просто кишит бездомными, ведь конечно, как можно жить, если ты готов работать, но всех твоих усилий будет все ровно недостаточно для того, чтобы позволить себе маленькую комнату, ведь она может стоить несколько тысяч долларов. Тут сразу и приходит понимание, почему в американских фильмах так часто показывают проблемы американцев с жильем, продажи дома из-за кредитов, главный герой живет в комнате, которую еле-еле снимает. Это неравномерное распределение богатств, когда крупнейшие компании обогащаются настолько сильно, что задирают планку цен для обычных людей, поэтому они и не могут себе позволить даже базовые вещи – это дикость. Да в нашей стране тоже не все гладко с уровнем жизни населения, не в сказке все-таки живем, но возможность работать предоставляется практически каждому. Ведь у нас есть биржи труда, которых нет в Штатах, там есть частные компании, которые могут тебе помочь, если у тебя есть деньги. В России ты всего лишь ТО должен хотеть работать и проявлять инициативу, для того, чтобы жить достаточно безбедную жизнь, которая порой бывает жестоко и несправедливо, я согласен с этим. Но наши добрые советские фильмы, а того и такие добрые, что жилось нам хорошо, каждый был при деле, а за безработицу наказывали, тем самым не давая человеку становиться бездомным, что так часто происходит в странах Запада. Часто ли вы, мои дорогие зрители, слышите что-то плохое в адрес конкретно иностранцев? Лично я не вижу травли и предвзятого отношения со стороны правительства России к иностранцам, которые приезжают в нашу страну. К сожалению, этот принцип не работает в обратную сторону. Правительство западных стран не умеет различать государство и гражданина этого государства. Отсюда и растут ноги у русофобии и смешных, но реальных случаев изъятия имущества граждан России в аэропортах Евросоюза. Вот, например, один из таких случаев с изъятием дорогой брендовой сумочки у нашей соотечественницы. Конечно, большая часть русских не ездит за границу и не знают на практике о том, как там все устроено. Но в моем понимании мы сейчас имеем большое преимущество в виде интернета, который часто открывает глаза на те вещи, которые еще несколько лет назад были скрыты. Об одной такой ситуации и я хочу рассказать в этом видео, и как и начало этого ролика, она связана с русофобией. Часть материала взята с канала «Шпроты в изгнании», а конкретно из интервью с Ольгой Штумпф. Переходите, смотрите прекрасное интервью. Погружу вкратце в историю Ольги. Ольга – это девушка из Германии, русского происхождения. Дети Ольги прекрасно говорят по-русски, хоть и живут в европейском обществе. На чем хочу сделать акцент? Мама не следит за речью своих детей и не поощряет их, когда они вставляют в русскую речь немецкие слова или по-иному коверкают русский язык. Большой поклон таким матерям. Но от русского языка в Германии, кроме Ольги, мало кто был в восторге. Почему был? Потому что семья решила уехать из Европы после февраля предыдущего года. Это решение они приняли почти сразу, после того, как Европу как будто бы подменили, и не просто мнение людей поменялось, а как будто бы власти начали поощрять одно мнение, одно конкретное мнение, которое было не в пользу России. Конечно, жить в такой обстановке становилось невыносимо, и последней каплей стал инцидент с агитацией детей, отказаться от идеи переезда в Россию. Мнение детей – это мнение детей, но преподаватели Евросоюза с чрезмерной навязчивостью предполагали, а может быть это родители заставляют тебя переехать, ты же сама не хочешь, да? Только кивни, и мы найдем тебе место в общежитии, в котором ты сможешь остаться и не ехать в Россию. Извините за грубость, но каким гадюшникам они себе представляют Россию, где люди ходят в туалет на улицу, где нет ни базовых удобств, ни цивилизации в целом, что так яро не пускают в Россию? Или может они боятся, что после поездки в Россию к ним обратно никто возвращаться не захочет? Мы людей, в отличие от Запада, насильно не держим, те, кто хочет уезжать, уезжают. Сколько артистов уехало, тот же Галкин с Пугачевой, и никто их не задерживал на границе, и никто им дорогу обратно не закрывает. Вопрос в другом, хватит ли у них совести вернуться обратно, и примет ли их народ, вдруг они делают ставку то, что у русских – короткая память. Возвращаясь к истории Ольги, хоть она и обладала гражданством России, но возможность жить в России еще нужно заслужить, поэтому на ее пути встал ряд сложностей, которые ей предстояло решить. Справа Ольга обратилась в московскую администрацию с запросом о льготном жилье. Она подробно описала свою ситуацию и надеялась на чудо. Может быть, ей дали бы жилье, с которого она могла бы стартовать и дальше обжиться в России. Но чудо не произошло, с распростертыми объятиями ее никто не встретил, и пришлось придумывать что-то самой. Одна из ее дочерей пошла в школу Олимпийского резерва и тратила кучу времени на дорогу от общежития до места учебы. Ольга же начала решать жилищный вопрос. К счастью, у нее было несколько квартир, которые она планировала продать. Продажи квартиры, кто знает, это не быстрый процесс. Но Ольге каким-то чудом, он занят не так много времени, и уже через несколько месяцев она смогла не то, чтобы продать все имевшиеся у нее квартиры, и скопить деньги для покупки жилья в России, но и купить себе квартиру в Московской области. Что это, если не чудо? Меня поразил настрой детей, с одной стороны, они родились и выросли в Германии. Казалось бы, страна большой семерки. Одна из лидирующих экономик мира. Страна с большой историей. Как тут можно хотеть уехать куда-нибудь? Но даже с такими входными данными нынешнее правительство Евросоюза, со своей политикой всесолидарности и показной доброты, могут выжить кого угодно, если им это взбредет в голову. О каком верховенстве закона вообще может идти речь после такого? И сейчас, несмотря на все сложности, с которыми столкнулась семья Ольги, они живут спокойную жизнь в России, в которую так их не хотели пускать их немцы. Я много чего упустил, и историю с перевозкой вещей, историю с автомобилем и адаптация детей в школе после Германии все-таки история мне не принадлежит, и лучше услышать ее из первых уст. Я лишь хотел передать суть, что никогда не поздно переиграть сценарий своей жизни, никогда не поздно признать свои ошибки и вернуться туда, где тебя ценят, но тем, кто не видит самого факта совершения ошибки. Кто не жил по-другому, и кто считает, что вливать пропаганду детям в уши с детского садика – это нормально, что преследовать по национальному признаку – это нормально. Что продвигать сугубо одну правильную линию – это путь развитой и цивилизованной страны. Мы, русские, помочь таким людям ничем не можем, не могли и не сможет. Давайте жить свою жизнь, поскольку она прекрасна.